наш утренний смузи банан малина голубика и персик ведь этот меняет постель а я сейчас придумать подъезд у нас пятница конец недели мирон помогает мне делать тофники на завтрак все завтрак готов завтрак по всей видимости был вкусный ничего не осталось ну что подъезд я помыла хлеб испекла сейчас поедем магазин мы вышли в магазин проверяем вчерашнюю штучку для тележки работает опять сливы привезли это мой рай как я их обожаю а килограмм стоит 229 возьму финики у нас уже закончились эти тоже без сиропа просто высушены стоят 275 мир он еще сушеный манго тоже взял тоже стоит также здесь маленькие окурцы тоже берем они вкусные 229 авокадо 89 центов баклажан возьму 79 кукуруза такая хорошая большая евро 89 возьму вот такие персики они стоят 2 евро абрикосы тоже 2 евро стоит тут еще остатки черешни привезли но я сомневаюсь что она вкусная возьму голубику здесь 500 грамм и стоит она 289 возьму один манго евро 29 мы мирону тут песочницу присмотрели 20 евро стоит кинетический песок он всегда с удовольствием в это играет продается мирон у нас тут распаковка игрушек желтый синий оранжевый цвет и там еще формочки хорошо что еще ящик идет помощь нужно вот такие формочки здесь и вот такой песочку из него кстати можно лепить так вот стабильный можно сказать надеюсь мирон будет чем заняться ближайшее время я пойду готовить обед вот мы приехали из магазина купили немножко фруктов и овощей юля мне посоветовала снимать сценами когда у меня будет это получаться я буду это делать в этот раз мы купили кукурузу редиску огурцы бананы айсберг манго помидорки черри баклажан хочу салат сегодня сделать авокадо цукини и паприка из фруктов но взяла ананас сливу персик абрикос манго и голубику также взяла сушеный манго и финики и видите батарейки взял во время мы успели закупиться дождь пошел он просто льет как из ведра поливает а я тут решила позавтракать у меня тут голубика манго слива малина и банан все поднял вы тут все в песке до игры не для слабонервных родителей этот цветок должен возле меня до стоять буду готовить салат для этого мне понадобится два помидора паприка огурец и баклажан ну что для этого салата мне нужно нарезать баклажан мелкой соломкой соломка у меня получилось но не сказать что мелкая но в общем как смогла так нарезала далее нужно немножко присолить баклажан для того чтобы вышла лишняя влага оставлю баклажан минут на 10-15 пока порежу все остальные овощи также беру паприку нарезаю ее точно также мелкой соломкой затем беру томаты разрезаю на 4 части вынимаю мякоть томатов и оставляю только твердую его часть и точно также нарезаю мелкой соломкой твердую часть томата по такому же принципу я нарезаю мелкой соломкой огурец покажу поближе я нарезала огурец соломкой помидор соломкой паприку здесь зелень и чеснок у меня укропа петрушки и базилика и нарезала баклажан соломкой и подсолила его далее я выжимаю руками всю влагу из баклажана затем на высоком огне разогреваю сковородку и масло обжариваю баклажаны с двух сторон до румяной корочки периодически помешиваю вся влага хорошо испарилась и баклажаны обжарились до румяной корочки теперь перекладываю баклажаны сито чтобы лишнее масло все стекло затем по такому же принципу я обжариваю на раскаленной сковородке и масле паприку периодически помешиваю и добиваюсь опять же такой золотистой корочки перекладываю также паприку сито теперь собираю салат сюда я уже добавила обжаренные баклажаны добавила обжаренную паприку помидоры огурцы чеснок и зелень все перемешиваю солю перчу и готова получается вот такой очень ароматный невероятно вкусный летний сезонный салатик я отварила гречку сейчас делаю для нее еще зажарку обжариваю лук к луку добавляли шампиньоны все обжариваю до золотистой корочки добавляю в гречку и перемешиваю получается очень вкусная грибная гречневая каша вот такой яркий обед получился салатик и гречневая кашка мирон покушал силы появились и подушки выбрасывает дивана пока мирончик часик поспал я часик полежала в ванной так ну что отдохнула можно и убрать кухню вы вышли на улицу я хочу прокатиться центр немножко прогуляться по магазинам не знаю насколько меня хватит потому что сегодня пятница и будет очень много людей сколько сможем дома сидеть тоже не вариант скучно видите дома нет и нам с мироном особо делать нечего здесь мы уже все по сто раз обходили и поэтому прокатимся немножко погуляем взяла у нашего соседа тикет он мне с удовольствием любезно его всегда предлагает я пользуюсь пока вот есть возможность хочу прокатиться на швеби бани с мирончиком уже тысячу лет на нем не ездила надеюсь что они ходят раньше они ходили только по выходным а на этой неделе я видела что они ходят уже и будние дни тоже здесь такие красивые крыши домов и небо сегодня тоже хоть и облака но очень красивая и мирончик у нас передвигается пока на маленьком велосипеде большой я качу швебебан ходит мы сейчас заходим в лист как раз швебебан стоит надеюсь мы на него успеем а а ну как я и думала людей конечно в центре моря мы пришли в наш торговый центр city аркады зайдем хаунт м ну кстати вот внутри не так много людей надеюсь что примерочных тоже мало людей набрала себе целую кучу футболок белых и вот такую юбочку еще взяла не она понравилась мы здесь наш велосипед оставили чтобы лифт не искать мы его просто оставили тут мирончик захотел в туалет мы срочно ищем туалет и вот такая очередь в туалет фруктовый рай мы заказали с мирончиком манговый коктейль держи мирон ну что скажешь вкусно поехали нам надоело ходить по магазинам мы решили поехать на озеро еще погулять если получится доехать мы там еще ни разу не были вернее на поезде мы ни разу не добирались своим ходом вот сейчас попробуем мы пришли на перрон и ждем наш цук наш поезд приехал сейчас уже 6 часов вечера не знаю доедем не доедем ну попробуем по крайней мере только что проехали остановку где наш дом едем да все мы только что вышли из поезда и теперь нам надо найти автобус через одиннадцать минут будет наш автобус мы уже на остановке 6 линия нам нужно оказывается все мы сели в наш автобус пока мы первые надеюсь мы приедем куда нам надо нам надо сейчас проехать до остановки дюссельдорк-амцаулт и затем нам с мирончиком придется идти 20 минут пешком он надеюсь что мы придем и идти километр и 300 метров надеюсь мы справимся и мы придем на озеро у нас задача сегодня минимум просто доехать до озера хотя бы как мы пустым автобусом и поехали мы с мирончиком только вдвоем здесь и ехать нам кстати только три минуты так ну что мы приехали здесь дорога там поле куда нам идти если верить google картам то по этой дороге мы придем как раз к озеру а слева от нас красивейшая высокая кукурузное поле нам надо вот на ту сторону вот здесь только машин и вот тут машины достаточно опасный переход перешли дорогу и пришли на озеро здесь я уже все знаю здесь парковки и пройти немножко прямо и озеро вот по этой дорожке прямо и мы пришли на озеро и вот то ради чего мы сюда приехали здесь такая обстановка всегда красивая расслабленная подышать погулять и домой спать пойдем что еще делать ну конечно покушать с прекрасным видом мирончик тут уточку прикормил одну единственную здесь на катамаранах можно покататься на лодках ну и не смогли пройти мимо детской площадки тут еще побудем чуть-чуть волосы мешают здесь такой сильный ветер что мы даже завязали резинку мирону он сам попросил с одной стороны мы очень удачное время пришли потому что вот сколько раз мы здесь с витей бывали я ни разу не видел чтобы эта детская площадка была полностью пустая но она практически пустая так что для мирона все качели свободны уже темнеет но я не знаю как сказать мирону что нам пора домой просто нам добираться еще час до дома а время без 28 ну хоть дома не сидели погуляли на свежем воздухе вот пока дождик не пошел мы не тронулись с места уже даже фонари тут зажгли уже темнеет и нам надо скорее домой идти и дождик начинается в этот раз навигатор нас повел другой дорогой нам нужно теперь найти бус 737 вроде пока правильно идем здесь такие прикольные домики и там какой-то человечек торчит балкона да мирончик вот по таким улочкам нас ведет навигатор но зато мы скоро будем идеально разбираться в google картах мы пришли на остановку вот тут 737 автобус то что нам нужно только зашли и дождик пошел сильнее мы тут под крышей мирончик промок чуть-чуть да мы сели в автобус мы с мироном уехали в другую сторону нам нужно было перейти дорогу и сесть на другую сторону в автобус а мы не на той стороне сели и таким образом мы уехали вообще в другую сторону но сейчас опять набрала гугл карты и они мне показывают что через час мы будем дома но нам нужно пройти еще 15 минут до остановки мы еще сидели когда на остановке я так удивилась что автобус пришел на 20 минут раньше ну думаю ладно хорошо повезло быстрее домой доедем хотела приключения получая приключения марьяна не хотела рано домой пожалуйста вселенная тебя слышит мы сейчас тут зато такими красивыми местами идем просто невероятно там лошадки за этими деревьями тоже мы пришли на остановку через две минуты будет наш автобус надеюсь в этот раз все верно данный род мы едем ура короче мы приехали на ту остановку с которой мы отправлялись отсюда и вот здесь вот уже цук нам надо дорогу перейти мы пришли на перрон нам осталось дождаться цуга он будет через 20 минут и мы будем дома и витя нас пообещал встретить у мирончика ночной дожор бедный ребенок да мама тебе спать не дает таскает тебя везде по ночам кстати мы уезжали вот этот велосипед стоял и до сих пор еще он стоит и наконец-то наш цук приехал наш папочка да сынок он спрашивал папа 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 папа